привет привет джокер это второй день третий зал что характерно да и все больше людей подтягивается и мы приветствуем участников в том числе и онлайна и я здесь в общем-то со скромной ролью чтобы представить нашего спикера это замечательный владимир красильчик да и тема абсолютно замечательное шоу мозга он мы уже проводили соцопрос мы выяснили что в основном здесь фанаты владимира вот но я уверен что доклад будет полезен и прекрасен своей практической направленностью но ровно как и все доклады которые ты делаешь давай немножко вот немножко про тебя просто для начала фактов владимир сообщила себе приличное количество вот он много где работал у него даже есть но я просто заглядывал есть отдельный слайд там целая такая братская могила всем кому он нанес пользу и причинил добро да исключительно профессиональное вот а также что важно владимир музыкант любитель непрофессионал через запятую любитель с более чем тридцатилетним опытом игры на фортепиано гитаре и мелодике то счастливый муж и папа двух очаровательных девочек это круто да кстати они тут все бегают все втроем молодцы ребят вы вот на второй день вы уже прям знаете как реагировать это классно я не буду отбирать много времени не буду спрашивать почему ты решил сделать этот доклад вы должны знать что владимир один из тех кто отвечает за то что у нас есть этот замечательный эфир который вы сейчас смотрите в онлайн и вообще говоря так или иначе отвечает за всю вот эту вот платформу поэтому я вас призываю сканируете qr-код присоединяйтесь к нам в telegram чате там можно задавать вопросы там можно поретинговать доклад сказать что вам понравилось что мне понравилось это очень важно для нас на самом деле они так как когда говорят это очень важно для нас и собственно я вас буду ждать в чате я буду смотреть вопросы а потом в дискуссионке мы это все обсудим ну и если вопросу больше не осталось давайте начнем спасибо андрей большое коллеги всем добрый вечер рад всех сегодня видеть вот меня зовут владимир красильщик я прагматичный жалопрограммист санкт-петербурга занимаюсь разработкой онлайна в жу-гру-гру вот этот самый слайд про который говорил андрей здесь можно видеть клиентов и всяческие другие к организации которым я нанес профессиональное добро и причинил пользу на счетом и сегодня что я хочу вам что я вам принес значит расскажу немножко про контекст в рамках которого этот доклад появился познакомлюсь с основными компонентами онлайна то есть то что обеспечивает сейчас трансляцию расскажу про выбор нагрузочного инструмента как выбирался значит вот строился нагрузочный сценарий как все заводилось у нас как деплоился инструмент нагрузки какие основные оптимизации мне помогли продвинуться в значит тем чтобы сделать платформу достаточно нагруженной и какие-то выводы значит контекст контекст у нас такой значит мы делаем онлайн с двадцатого года по два сезона в год каждый сезон у нас до этого было много всевозможных изменений мы экспериментировали может быть кто-то помнит игру кто не вспомнит игру на нашей платформе есть такие была игра кто-нибудь помнит что у нас все конференции жили на одном сайте который назывался livejogru.org помнит такое сейчас конференции разъехались по разным сайтам вот соответственно мы находимся в этой прекрасной осенью 23 года то что мы видим в онлайне имеет кодовое название live 4 и пожалуй это первый какой-то сезон где мы можем на команды разработки и сочувствующие заняться чем-то еще вот занимаемся подготовкой к продуктивизации и к мультиарендности значит с точки зрения платформы мы пришли к двум основным компонентам про них расскажу вам вот исходные nft далекие 2019 году были поставлены только относительно личного кабинета держать там значит 10к пользователей просто 10к пользователей окей значит фактически наши внутренние нефункциональные требования вот они выглядят как нелагающая трансляция в плеере для примерно тысячи участников тысячи уников ну почему не лагающий потому что иначе этот онлайн никому не нужен если плеер будет замирать не больше тысячи это просто наши реальные цифры наши конференции да не какие-то конференции сторонних заказчиков они собирают вот где-то такое вот количество участников имеется ввиду уников значит и не то чтобы у нас вообще никакого нагрузочного тестирования никогда не было оно где-то что-то было значит в начале этого года в меня влетает задача подтвердить что мы сейчас держим 10к в онлайне да и если не держим то сделать так чтобы мы держали очень простая задача план действий я в начале года придумал такой я выберу как я буду нагружать нашу платформу заведу 10 тысяч настоящих прям пользователей буду их называть нагрузочными ботами буду ими долбить настоящую конференцию дальше спроектировать вот эту нагрузку профиль сценарий выбрать способ как запускать нагрузочные тесты вот ну и дальше в общем ты с каким-то шагом да по принципу там мытья головы шампунем да значит чуть-чуть сделать очередной шаг запустил запустил посмотрел на результаты что-то починил повторил да и так пока голова будет не вымотан вот ну и почему я с этим докладом собственно выхожу потому что хочу поделиться чем я ой простите чем значит собственно я занимался может быть вам это будет полезно если вы занимаетесь нагрузкой или тестируете или вот что такое чем-то таким близким к этому наш замечательный онлайн значит смотрите первый компонент это компонент расписания наверняка вы его хорошо знаете и туда приходите чтобы выбрать доклад что происходит под капотом условно это происходит авторизация в личном кабинете дальше страница расписания идет за расписанием в компонент онлайн бэкэнд внутри которого живет хацелькаст которым уже готовы расписания вы просто приходите и вам хацелькаст быстро отдает расписание плюс происходит подписка на глобальные подписки да значит по веб сокетам вот ну в частности такие как изменение этого самого расписания и баны если вы себя плохо ведете на нашей платформе возможно могут забанить и вы не сможете смотреть доклады вы наверное про это не знали потому что вы хорошо себя ведете и какие-то прочие действия очень редкие иногда вы добавляете что-то фавориты ну и все остальное теперь значит компонент после того как вы выбрали доклад вы переходите на компонент доклада на страницу с компонентом доклада значит как он там выглядит собственно идет идут вызовы опять же в онлайн бэкэнд где в хацелькасте уже готово описание доклада это описание доклада к вам прилетает на страничку дальше происходят локальные подписки по веб сокетом это такие которые значит там сколько это самое какие-то изменения собственно по докладу изменение времени начала доклада изменение времени конца доклада вот дальше дальше компонент идет в другой онлайн не так значит фронтендовый компонент идет в другой бэкэндный компонент который называется стрим плейлист с тем чтобы этот самый стрим плейлист отдал ему манифест что такое манифест значит смотрите манифест это вот такой текстовый файл каждая строка которого представляет собой ссылку на CloudFront, где лежит очередной трехсекундный кусочек с видосом. И, соответственно, он состоит из… Да, и в онлайне, в лайве, когда доклад происходит, вот как он сейчас происходит, этот манифест постоянно прирастает. Ну, потому что каждые три секунды я произвожу какое-то видео, которое дополняет этот самый манифест. Возвращаемся. Значит, компонент доклада с фронта идет в стрим-плейлист. Он просто так не отдает манифест. Он сначала идет в очень могучую ручку компонента онлайн-бэкэнд. Она была настолько могучая, потому что полностью не соответствовала принципу single-responsibility, что она получила имя собственное, никакое иное, как молотора. Так вот, этот молотора разрешает, собственно, для данного пользователя отдавать манифест. И, собственно, манифест улетает в плеер. И дальше плеер при помощи этого текстового файла просто берет и читает видео непосредственно через CloudFront. Значит, здесь в этом докладе я не освещаю, как работает вся механика по доставке видоса из наших студий, из того, что захватывается у спикеров удаленных и так далее. Нам важно понимать, что это все каким-то пайплайном прилетает в S3 и раскладывается там в виде кусочков манифестов, кусочков видосов в различных разрешениях. Потому что вы можете смотреть с разных устройств. Нам нужно вам подготовить различные разрешения. Вот. Значит, собственно, плеер, HLS-плеер просто уже дальше самостоятельно работает. Здесь это работает все без онлайн, без бэкэндных компонент. Вот. И очень редко вы со страницы доклада делаете какие-то действия. Например, вы ставите оценки. Пожалуйста, я призываю вас нагрузить вот этот очень слабенький сервис рейтингов побольше. Ставьте больше оценок, тогда он окажется тоже высоконагруженным. Я смогу его пооптимизировать. Помогите мне. Окей. Итого. Значит, общий ландшафт выглядит приблизительно таким образом. И нельзя не отметить, что мы очень хорошо подготовлены с точки зрения приборов. У нас есть все, что нужно для того, чтобы узнать, как поживают наши компоненты. То есть все ресурсы по всем компонентам, CPU, RAM, так далее, сеть. Значит, в противном случае проводить нагрузочное тестирование какой-то смысла, в общем-то, нет. Вот. Дальше я выбирал инструмент нагрузочного тестирования. Я посмотрел вот все вот эти инструменты. И я, как джава-программист, изначально был готов взять G-метер и мучиться дальше с ним. Краем глаза все-таки вот это все посмотрел многообразие. Искал какую-то, может быть, серебряную или, не знаю, какую-нибудь бронзовую пулю, которая поможет еще и в рамках нагрузочного тестирования захватить тестирование интерфейса. Тестирование интерфейсов – задача очень нетривиальная. Ничего лучше гатлинга я не нашел и выбрал его. Почему? Ну, во-первых, у гатлинга появился с какого-то момента Java DSL. Я небольшой фанат скалы. Вот. И этот DSL меня очень привлек. Во-вторых, был положительный опыт моих бывших коллег. И в-третьих, в гатлинге оказались две киллер-фичи, которые мне, собственно, были и нужны. Это возможность запуска гатлинга в режиме не генерации отчетов и в режиме только генерации отчетов. Собственно, почему это киллер-фичи для меня. Что я хочу сделать? Я хочу взять наше приложение, вот оно справа, и нагрузить его из нескольких зон доступности, чтобы сделать более-менее честную нагрузку. Что мне для этого нужно? Мне нужен какой-то узел-координатор, который бы распихал задачки по этим узлам. Узлы бы долбили мое приложение из разных зон. Дальше на них бы сгенерировались сырые файлы из симуляции. Я бы потом эти все сырые файлы из симуляции собрал на ноте координатора и получил кумулятивный отчет. Вот, что я хочу сделать. Дальше на гатлинге надо построить базовый нагрузочный сценарий. И у нас есть много данных, как могут выглядеть эта самая нагрузка. Это реальная статистика оперативная. Вот конференция, которая прошла недавно, Smart Data 2023 года. Здесь мы видим количество вас, наших онлайн-пользователей, в разрезе дней, докладов и залов. Вот это настоящая прямо себе статистика. Соответственно, что здесь видно? Видно, что наши доклады имеют достаточно резкий набор пользователей. Мы занятые люди, мы очень резко переходим с одной деятельности на другой, переключаем контекст. Поэтому наплыв достаточно резкий. Вот, ограничение, которое я для себя выбрал, сценарий не должен быть длинным. Вот, по нескольким причинам. Самые две главные из них. Это первое, буду тестировать в продакшене. Нельзя продакшен очень сильно долго нагружать. Вот, второе, просто у меня нет времени долго запускать сценарий. Мне нужно минут 15 запустить, минут 15 разбираться с отчетом, минут 15 фиксить, минут 15 докатывать CICD с фиксом и повторять. Нет, нет времени. Соответственно, вот какой-то такой трапециевидный профиль нагрузки получается. Я для себя выбрал 5-минутный рампап до максимума, какой-то 5-минутная плата и 5-минутный спад. В среднем 10 минут, не в среднем, а четко 10 минут на пользователя. Окей. Значит, базовый сценарий нагрузки выглядит ровно, как вы пользуетесь нашей платформой. То есть мы заходим на страницу расписания, возможно, несколько раз нажимаем F5, потому что мы любим F5 чуть. Вот. Что под капотом происходит? Подгружается статика сайта, подгружаются какие-то рестовые API, происходят вот эти самые глобальные подписки по веб-сокетам. Дальше при выборе доклада происходит следующее. На странице доклада подтягивается статика, вдергаются какие-то рестовые API, происходят локальные подписки по веб-сокетам. Дальше. Две очень интересные штуки. Первое. Со страницы доклада, когда вы смотрите доклад в онлайне, каждые 5 секунд шлются такие вот пинги, и мы их называем iMwatching. iMwatching, значит, я смотрю по этому пингу каждые 5 секунд, мы потом дальше строим вот эту замечательную статистику, потом проводим аналитику и вообще знаем, чего вы смотрите, чего вы любите, что происходит. Вот. В обратно, значит, и наш плеер, значит, каждые 3 секунды ходит в компонент стрим-плейлист тем, чтобы достать обновленную версию манифеста. Еще раз. Манифест каждые 3 секунды прирастает, нужно каждый раз ходить и забирать этот манифест с бэкэнда. Это происходит каждые 3 секунды. В противном случае трансляция начнет лагать. Окей. Ну и редкие прочие действия вы тоже делаете по REST API, но я хотел бы, чтобы оценки вы делали гораздо больше, чтобы вот отсюда эту оценку убрать. Окей. Нагрузочные боты. Значит, мы завели настоящую конференцию. Она ничем не отличается от любой другой, например, Joker. Единственное, что сейчас, по-моему, на нее нельзя купить билеты, но если вы хотите, приходите. Зайдите, можете там что-то даже посмотреть. Завел я настоящий корпоративный заказ в нашем битриксе на 10 тысяч пользователей. Провел настоящее распределение этих самых заказов по пользователям в нашем личном кабинете. Получили мы плюс 10 личных кабинетов вот такого вида. Такие наши боты замечательные. И как результат нас забанил на 24 часа амазоновский SMTP, потому что я не подготовил вот этот почтовый ящичек. Но все закончилось хорошо. Там 24 часа нас отбанили обратно. Окей. Давайте посмотрим, как сценарий реализуется на Java DSL. Значит, вот эти наши пользователи. Прямо в продакшене. Прямо копируете вот эти данные и пытаетесь войти в личный кабинет. Под ними у вас должно что-то получиться. Или нет. Что у нас происходит в гатлинге? Вот эти данные с пользователями скармливаются гатлиновскому фидеру, который может читать CSV. И дальше у нас сценарий такой. Мы авторизуемся и уходим на базовый сценарий. Авторизация. Авторизация происходит по OAuth-пути. Это обычный пассворд-флоу. Здесь вы можете видеть типичные для пассворд-флоу параметры, которые улетают. И вообще вот это пример гатлинга DSL для вызова какого-то HTTP, постзапроса. Окей. Теперь давайте посмотрим на основной цикл. Что мы сначала делаем? Мы любим испячить, помните? Поэтому сначала я для каждого пользователя выбираю какое-то рандомное число рефрешей, которое будет. В среднем оно 4, оказывается. Дальше мы вот это количество рефрешей, что мы делаем? Собственно, стягиваем статику, ходим по REST, делаем глобальные подписки и уходим на внутреннюю логику. Про нее чуть-чуть поговорим дальше. В частности, про вот этот внутренний цикл итерации. Значит, проблема. WebSocket в гатлинге, значит, вот прямо взять и по стомпу подключиться не получилось. Но можно сделать как? Можно сначала по сырому сокету, WebSocket установить соединение с бэкэндом. Это сырой WebSocket. И дальше начать по сырому WebSocket общаться по стомпу просто аккуратненько текстом эмулируя сам протокол. То есть, грубо говоря, я открываю DevTools и аккуратненько смотрю, что у меня генерирует браузер. Аккуратненько переношу все это дело сюда. Таким образом, у меня получается нормально подконнектиться уже к стомповому эндпоинту. Дальше мне нужны функции подписки и отсыла сообщения по WebSocket. Я это тоже очень аккуратненько переношу из DevTool вот сюда. То есть, текст там очень хорошо по сырому в WebSocket, то я это дело делаю. Значит, соответственно, здесь это пример, как подписаться на подписку. И здесь, как отослать события в WebSocket. Какое-то сообщение. Окей, давайте посмотрим, что у нас на странице с докладом происходит. Ну, какие-то локальные подписки, отписки. Вот. И вот этот внутренний цикл итераций. Самое симпатичное, пожалуй, место, которое у меня получилось. Очень оно мне нравится и компактное, и все такое. Значит, что здесь происходит? Значит, мы, помните, мы рефрешимся. Значит, мы высчитываем сначала время, которое нам нужно проигрывать доклад между рефрешами. Таким вот образом. Вот. И теперь мы просто идем с шагом в одну секунду. И реально каждые пять секунд открываем от подсылаемые оботчинги. И каждые три секунды запрашиваем манифест. Вот. Там есть некоторые небольшие коллизии, да, на каждом пятнадцатом, на каждой пятнадцатой секунде. Но это гораздо лучше, чем городить на гатлинге параллельный сценарий. То есть меня вот это вполне себе устроило. Получилась красивая компактная конструкция, которая, в принципе, эмулирует работу плеера. Окей. Значит, теперь мы получили код сценария на гатлинге, но нам его нужно подготовить к запуску с нескольких узлов. То есть помните, мы хотим долбить реально наше приложение из нескольких зон доступности. И я хочу, чтобы пользователи, мои пользователи, мои боты, они реально распределились по этим узлам, то есть чтобы не было дуглей. Вот. Что мне для этого надо сделать? Нам нужно модифицировать код. Значит, завожу две переменные. Одна — это количество всех узлов, которые будут участвовать в нагрузке, и порядковый номер конкретного узла с гатлингом. Две переменные здесь. Здесь. Дальше. У гатлинга есть прекрасная возможность скачивать вот эти данные с кредами пользователей, пачками. Вот таким вот образом, можно говорить, считывая сразу целую пачку. И теперь к нам в сценарий попадают сами эти пачки. И нам, что мы хотим сделать? Мы хотим на каждом отдельном узле обращаться к вхождению в эту пачку по индексу. И это можно сделать. В гатлинге есть обращение к приперте по индексу. Вот таким вот образом. И дальше аккуратненько везде, где я обращаюсь к кредам из вот этого CSV-шки, я везде втыкаю вот какую-то подобную конструкцию. То есть вот здесь, я говорю, достань, пожалуйста, индексизированную проперти, соответствующую индексу данного гатлинга для вот этой проперти, и вставь ее вот куда-то туда. Вот, кстати, здесь пример. Значит, get-запросы — это реальный запрос на поход из плеера за манифестом. Вот так он действительно выглядит. Окей. Теперь нужно было как-то это все задеплоить. Ну, значит, вообще у нас мы используем Kubernetes, и я очень долго думал, как мне действительно взять и все это дело развернуть в Kubernetes. Были довольно забавные идеи, да, но я, честно говоря, все-таки так и не понял, как мне лучше, какую сущность Kubernetes мне нужно сделать, выбрать, чтобы, собственно, она реализовала мне рабочий узел и реализовывала узел-координатор. То есть что это должно было быть? Вот реплика set, там любой под может кубер прибить. Мне как-то не очень подходит. Джабы — окей, может быть, но их надо как-то там синхронизировать. То есть нужно вводить еще какую-то там, может быть, базу данных, через которые все вот эти будут там как-то синхронизироваться. Демон сеты прикольные, их, наверное, их кубер, скорее всего, не убьет, но тоже, получается, я ограничен только узлами, которые у меня есть в кластере. Там у меня, допустим, 4-5 узлов. Вот. Короче говоря, здесь у меня начала болеть голова, вот, и когда у меня болит голова, ко мне приходят вот эти парни и говорят, говорят, чувак, ты что-то делаешь не так, побереги свою голову, можно сделать гораздо проще. Вот. Я решил сделать гораздо проще и достал из Naftalina NanoCloud. Вот. И это очень прикольно, потому что только что передо мной в первом зале выступал Алексей Рогозин, который является автором вот этой опенсорсной библиотеки, вот, которая делает ровно то, что мне нужно. Он ее написал 10 лет назад за опенсорсил. Значит, в чем основная фишка NanoCloud? Значит, если у вас есть машинка любая, и на этой машинке есть SSH-доступ, да, и на этой машинке есть JDK, именно JDK, а не JRE, вы можете с любого узла координатора запустить любую Java-программу на удаленном узле, без того, чтобы там что-то разворачивать. Ну, это просто прекрасно. Это именно то, что мне нужно. Значит, я вам оставляю пару ссылок, если вы хотите чуть подробнее прочитать про NanoCloud, и если, опять же, Алексей находится здесь, его можно поймать и спросить, задать какие-то вопросы более прицельные. Значит, дальше что я делаю? Я завожу 9 виртуалок в облаке. Вот почему я завожу 9 виртуалок в облаке. Очень просто. На момент создания виртуалок в облаке у меня просто в пуле свободных статических публичных адресов остается ровно 9 штук этих адресов. Поэтому мне просто больше не завести машинок, поэтому я завожу 9 виртуалок, прибиваю к ним публичные статические адреса. Дальше из единого образа это все создается. Там оказывается JDK 17, доступ по ключу, и в качестве координатора участвует просто моя локальная тачка или локальная тачка моих коллег. Все. Дальше давайте посмотрим, как запускается NanoCloud, как NanoCloud запускает эти самые распределенные гатлинги. Значит, что мы делаем? Ну, собственно, сначала мы должны создать NanoCloud, CreateCloud, дальше завести то количество воркерных узлов, которые мы хотим. Ну, вот, например, вот таким образом. Дальше. Мы можем не ходить на наши удаленные машинки, запускать всю эту машинерию у нас на локальной тачке. В этом случае я завел специальную пропертию DryRun. Если она выставлена, то все будет запускаться просто на моей машинке. Вот. Если нет, то окей, значит, нам нужно сконфигурировать наш клауд таким образом, чтобы вот эта вот нода координатор, да, она знала про хост пользователя, в общем, как пройти, на какую машинку. Вот. Дальше все узлы, видите, там две звездочки. Мы говорим, все узлы, вот вам какие-то общие для вас всех пропертии. Вот. И теперь на каждый из узлов нужно записать свои собственные пропертии. Что это за пропертия? Собственно, порядковый номер узла, да. Вот. Он как бы оригинальный должен быть на каждом узле. Ну, и название директории должно быть тоже оригинальное. Это скорее для режима DryRun, чтобы при запуске на локальной тачке все логи симуляции, которые генерит Gatling, не перемешались. Дальше идет такая вот магия по прогреву нашего облака, по прогреву нашего нано-клауда. В результате, в конце, если вот это все сделать, значит, наши узлы готовы к запуску. И теперь самое симпатичное место в нано-клауде – это вот это. Смотрите, мы говорим нано-клауд. Запусти, пожалуйста, массово на всех узлах вот такую вот задачку. А результат, который эта задачка вернет, верни, пожалуйста, и сложи все результаты со всех узлов в список. Ну, это вообще просто шикарно. Давайте посмотрим, что это за задачка. Может быть, это что-то очень сложное. Нет, ничего это несложно. Это просто обычный наш callable, но он serializable. Мы в нем описываем, что надо сделать. Надо сделать раз, два, три. Запустить Gatling. После того, как он отработал, нужно собрать все логи симуляции, зазиповать, взять это как массив байт, завернуть в ответ и вернуть. Этот зазипованный ответ в виде байт просто прилетает нам с воркера на ноду координатора. Благодаря нано-клауду. Запуск Gatling здесь делается с первой киллер-фичей. Мы говорим, Gatling, пожалуйста, вот на узле на воркере, не запуская отчеты, нам достаточно будет только логов симуляции. Давайте посмотрим, что происходит. Значит, мы запустили массово задачку. Она там через какой-то момент, метод mass exec, он блокирующий. После того, как у нас все узлы в клауде заканчивают работу, в нашем списке оказываются результаты работы всех удаленных узлов. Мы их раззиповываем, складываем, и дальше мы уже гоним еще раз наш Gatling поверх сырых файлов симуляции с флагом сгенерируем неотчет. В этот момент я получаю кумулятивный отчет, построенный по сырым логам всего моего облака. Ну и по-честному выключаю Nanocloud. Красота. Gatling с Nanocloud прекрасно уживается вместе. Хорошо. Значит, вот все это я делал пару месяцев, даже чуть-чуть больше. Начал эту задачу с начала этого года, прямо с 10 января. Вот. Значит, и вот в конце марта первые результаты. На 700 пользователей, 700 ботов все было хорошо, все было более-менее прилично. Вот. Но на 1000 все было не так хорошо. Собственно, пользователи даже не могли авторизоваться по Password Flow, не могли подключиться к WebSocket, чтобы начать отсылать аймботчинги. Время нашего, отклика нашего супер-мега-молота Тора вылетал за 4 секунды, а должно было быть гораздо меньше. Соответственно, от него зависит все. Все ломалось. Stream playlist тоже умирает. Его SLA — это 3 секунды, иначе трансляция начинает лагать. Все плохо. Собственно, остальные сервисы отстреливаются кумбернетесом, потому что у них проваливаются пробы. В общем, все плохо, нелагающей трансляции нет. Вот. Ну, что осталось? Значит, ну, надо было это все дело как-то чинить. И я начал чинить. Начал я с тюнинга тамкатов. Значит, что у нас здесь есть? Значит, у нас наш фронт ходит, авторизуется через ЛК. ЛК использует для авторизации информацию, которая лежит в базе. Также он ходит в онлайн-бэкэнд, и тоже онлайн-бэкэнд куда-то там ходит в нашу Mongo. Да, значит, ну, и здесь просто, если мы запускаем наше приложение с дефолтовыми настройками тамката из под Spring Boot, мы получаем приблизительно так. То есть у нас 200 потоков могут принять запросы. Вот. Дальше у нас есть очередь из 100 по дефолту, скажем так, запроса мест, чтобы туда складировать запросы, которые приходят после этого. Итого, значит, на 4 пода 800 потоков работают, обрабатывают запросы. Еще 100 на каждом узле, это 400. То есть всего 1200 запросов заходит в бэкэнд. Остальные не заходят, они просто отваливаются. А, значит, соответственно, с другой стороны, допустим, в тот же подгресс у нас 200 коннекшенов. Соответственно, у нас вот типичная проблема, вот негармонизированная система массового обслуживания. Надо гармонизировать. Значит, опускаем умолчание для потоков. Эмпирически вот такое вот число хорошо сработало. При этом поднимаем очередь, в которую будут забрасываться запросы от фронтов, значит, чтобы, грубо говоря, не потерять, чтобы они никуда не ушли. И вот здесь такой прикольный, рекомендую сразу вставлять эту пропертью, она не имеет никакого отношения к потокам. Вот, она почему-то в Тамкате по дефолту выключена выбрасывание метрик, микрометр своих собственных. Их нужно включить. То есть я пошел делать дешборды, чтобы, собственно, отмониторить, что там происходит с живыми, там, неживыми потоками Тамката. Не нашел там никаких метрик. Оказывается, они выключены по умолчанию. Включаем. Окей. Ну, там куда-то добрались. И, значит, что дальше происходило? Происходила, да, веб-сокеты, проблема с веб-сокетами. Почему-то умирал Рэббит. Значит, по приборам никаких страданий Рэббита по поводу ресурсов не было. Рэббиту было абсолютно хорошо. Тем не менее, в какой-то момент губернетис просто приходил и прибывал его, ну, просто потому что пробы проваливались. Так вот, ну, проваливаются пробы. Рэббиту хорошо, но надо что-то сделать с пробами. Я поменял пробы, нашел какие-то пробы, которые действительно хороши, там расковырял какой-то, значит, этот самый поставку Рэббита от Вьетнами, вот там рекомендуется что-то такое, вставил. И единственная проблема психологическая, пожалуй, это смириться с тем, что, ну, нужно Рэббиту вот эти 20 секунд, чтобы ответить на пробу. Он не страдает. Он нормально хендлит все веб-сокетные запросы. Ну, и давайте поставим эти 20 секунд и не будем мучиться. И все хорошо. Окей. Дальше, что мы еще видели? На больших докладах, то есть доклады, которые длятся от одного часа и больше, даже, скорее, полтора часа, значит, очень сильно возрастал внутренний трафик. Еще раз, именно внутренний трафик. Вот здесь можно увидеть, что вот эти моменты нагрузочного тестирования, вот, трафик подлетает там до 2,25 гигабайта в секунду, да, довольно мощный трафик, страдают все компоненты. То есть реально получается хайлот-приложение по сети. Да, неожиданно, да. Вот, значит, что там в частности происходило? Вот вернемся к нашему файлу манифеста, да, это такой большой-большой текстовый файл, который прирастает и прирастает и прирастает. Собственно, давайте посчитаем, что получается для манифеста часовой длины. Для манифеста часовой длины получается 1200 строк в этом файле манифестов, да. На 10к часовой, это получается, нужно дать 4 миллиона строк, сырых строк, да, в секунду. То есть достаточно большой трафик внутренний просто так. Да, и это только для часового доклада, для полутора так вообще. Собственно, решение такое, надо зиповать внутренний трафик, и вот такое решение сработало лучше всего. То есть, значит, зипование непосредственно на компоненте не очень хорошо с точки зрения CPU работало, а вот выделенный Nginx, который там работает по потерну, там, там, амбассадор, по-моему, называется, да, или типа того, вот, хорошо сработало. Зипование внутреннего трафика и всем стало в 20 раз лучше. В 20 раз. Окей. Теперь еще раз. Вот эти графики черненькие, которые мы видели. Если плеер отсылает каждые 5 секунд амботчинги, вот благодаря чему мы рисуем вот эти графики тех людей, которые смотрят доклад в данный момент. Да, значит, нагрузка, она такая по задумке трапециевидная, да, и график, который должен был показывать любой прогон в графане, тоже должен быть трапециевидным. Но начиная с какого-то момента эта трапеция обвалилась. Видите, вот здесь вот явно не хватает какого-то куска трапеции. Вот, очевидно, что обсчет вот этих числа зрителей в онлайне там где-то страдает. Значит, где оно страдает. Как это вообще работает? Прилетает амботчинг по веб-соркету и кладется в хацелькаст, да, в память. Дальше на хацелькасте бежит агрегация, да, у хацелькаста есть агрегация. Вот, после чего, когда все сагрегировалось, это дело улетает там в Прометеус и дальше до графана. Значит, агрегация выглядит следующим образом в хацелькасте. Нам нужно заимплементировать такой вот агрегатор. Вот, дальше заимплементить функцию, очень похожую на мыпредьюс. Да, сделали. Вот, после этого мы идем, говорим, хацелькаст, дай мне, пожалуйста, вот эту мапу, в которой мы складываем амботчинги. И дальше примени мне, пожалуйста, агрегацию при помощи вот этого агрегатора только на вхождение, удовлетворяющее данному фильтру. И здесь еще есть такое вот одно из условий этого фильтра, вот, связанное со временем. То есть мы хотим считать количество смотрящих в онлайне за последнюю минуту. И, очевидно, этот код вот не справлялся. То есть пока происходили сетевые походы с одного узла хацелькаста на другое, пока это все обсчитывалось, собиралось, мы просто уже уезжали из той минуты, которую обсчитывали. Вот, и на графике просто мы приходили к нулю. Вот, значит, в хацелькаст у нас вот эта мапа, в которую складывается амботчинги, к ней прикручен стандартный мапстор. Это механизм персистирования вхождений куда угодно, в частности в Монго. Вот, я подумал, давай попробуем посчитать такую же агрегацию, но на Монге. На Монге это выглядело гораздо симпатичней с точки зрения времени, гораздо лучше. Выглядит агрегация на Монге просто пример такого кода, в него не надо вчитываться. Мы говорим, давай, значит, Монго, сделай мне, пожалуйста, агрегацию на вот этой вот коллекции, которая содержит амботчинги. И здесь агрегация из трех этапов, то есть надо отсечь все те, что укладываются вот эту последнюю минуту и еще по каким-то критериям, сгруппировать, там, прожектировать и получается. В общем, переход на агрегирование на Монге помог. Вот, ну а возросла нагрузка на Монге. Вот, значит, надо было как-то Монге помочь. Значит, первое, с чем я попытался помочь, это, значит, смотрите, у нас прилетают амботчинги, опять же, в хацелькаст, это все летит через Мапстор в Монгу, вот, и наши 10 тысяч пользователей каждые 5 секунд отсылают амботчинги, то есть это 2 тысячи походов в Монгу в секунду. Просто один, ну, как бы по капле, да, то есть они капают, просто задолбливают нашу Монгу несчастную. Вот, надо сделать как-то по-другому, нужно носить, персистировать как бы ведрами, правильно, вот таким вот образом. Благо в хацелькасте есть это все из коробки, можно, смотрите, в конфигурацию мэпы в хацелькасте, да, там, где мы прикручиваем Апстор, прикрутить вот функционал, который называется write-behind. Это ровно то, что мы хотим. То есть подождем какое-то время, пока там все накапает, и единым куском все это сольем. Вот, а дальше опытным путем просто подобрать действительно подходящие параметры вот этого самого ботчевания. Окей, это чуть-чуть помогло, но я подумал, что будет, если у меня же как бы кластер на Монге. Давайте я просто сделаю, устрою себе глобальное чтение из реплик, да, разгружу primary, да, это же классная идея, правда? Вот, значит, и таким образом писать мы будем всегда в Монго, читать всегда из secondary, все будет хорошо, там replication lag нам не должен помешать, да. Берем, прикручиваем вот это самое глобальное чтение из secondary, и оказывается, что я абсолютно неправ, абсолютно неправ, replication lag еще как и лишает, мало того, что все транзакции на Монге отвалились, они не могут работать с чтением из реплик, они должны ходить в primary, вот, так еще и да, все-таки replication lag очень сильно сыграл, и это была плохая идея. Зато хорошая идея была просто настроить два разных Монго-клиента, два разных Монго-темплейта, один из которых всегда ходит в primary на чтение, на запись, вот, а второй может читать из secondary, и аккуратненько их распределить между функционалом, который может читать из secondary безопасно, и тем, который не может читать из secondary безопасно, да. Собственно, заводим два отдельных клиента, завели клиента, запихнули его в фабрику, фабрику запихнули в Mongo-темплейт, и дальше сказали, что вот этот primary-темплейт должны использовать все репозитории, которые лежат вот в этом пакете, а если ты хочешь обратиться к Mongo-темплейту вот этому, значит, который читает и пишет в primary, обращайся к нему вот по этому имени. Для secondary делаем все то же самое, за исключением вот этой вот настройки, мы говорим Mongo-темплейт, а вот ты, пожалуйста, предпочтительно читай из реплики, да, и дальше все репозитории, которые лежат вот в этом пакете, будут использовать вот этот вот REST-темплейт, вот этот вот, не REST-темплейт, этот Mongo-темплейт, этот Mongo-клиент, и если мы хотим обратиться уже непосредственно к Mongo-темплейту, вот по имени, по такому мы это можем сделать. Хорошо, значит, в результате этих и других оптимизаций на Mongo, вот здесь такой график есть, хорошо видно, я выкатил новый релиз, вот смотрите, там пилы с primary переехали на пилы, значит, на секондере, где-то что-то разгладилось, где-то что-то уменьшилось, в принципе, я достиг того эффекта, который хотел, да, нагрузка на Mongo сильно упала, но через некоторое время вот эта картинка, она ко мне вернулась, да, я начал копать дальше, вот, значит, что я сделал? Первое, я, значит, одного графика мало, нужно больше графиков, правильно? Вот, значит, я добавил еще графиков, значит, что из себя представляют эти графики? Значит, зелененький график, это, собственно, вот эти количество смотрящих, трансляцию, вот, и строится этот график по временам событий, которые отправляются с клиента, то есть время, то время, которое прямо на фронте запихивается в WebSocket, вот по нему построен вот этот вот график. Значит, желтенький график, это точно такая же агрегация на Mongo, мы также считаем количество смотрящих в онлайне, но считаем это по времени персистирования вот сообщений в Mongo, да, мы видим, что вот этот желтый график, он действительно похож на какую-то трапецию, да, но все-таки имеет некоторое смещение, очевидно, здесь, значит, есть какая-то проблема. Синенький график, значит, я его называл T-5, это график как бы зелененький, но как бы он выглядел, если бы я его построил спустя пять минут, да, то есть смотрите, и он имеет идеальную трапециевидную форму, то есть что это говорит? Это говорит о том, что после каких-то там переходных процессов в системе, да, я иду, я отстраиваю этот график после того, как уже все заперсистировалось, там, не знаю, если потоки тормозили, они уже тормозились, у меня уже все готово, я получаю идеальную картинку, то есть мои сообщения, они не теряются, реально есть какой-то продолб в системе, который не позволяет нормально все посчитать по времени, значит, как бы в реалтайме, в околореалтайме. Вот, я нахожу вот эту замечательную штуку, которую я заиспользовал, это асинхронная вставка в хецелькаст, значит, в мапу, да, значит, да, я читал спеку этого метода, он говорит, что я делаю фьючу, то все хорошо, все нормально, единственное, о чем я не подумал, на каком пуле потоков, собственно, это все делается, да, и был совершенно неправ, вот, потому что оказалось, что хецелькаст использует свои внутренние потоки, он не знает ничего, они пользуются потоками как бы внешними, спринбутовыми и так далее, значит, соответственно, считает размеры пулов относительно тех мощностей, которые есть под капотом, под капотом у приложения есть, значит, там 3 CPU, это в кубере, это лимиты, то есть там какие-то просто очень маленькие, маленькое количество потоков, которые можно использовать в этих пулах, в результате, вот смотрите, значит, просто поклажить асинхронно вот в мапу хецелькаста под нагрузкой вот в пике занимало больше 20 секунд, а мы метрики все строим, там 15-секундная как бы точность, то есть мы просто даже кладем в мапу гораздо позже, чем статистика уже обсчиталась, поэтому мы получаем такой прогиб, и это время не включает в себя персистирование этого сообщения в Монгу, которое происходит бачами спустя какое-то время. Значит, дальше, по идее, можно было пойти и тюнить потоки хецелькаста, наверное, в прошлой жизни я бы так же сделал, для тех, кто тоже это хочет сделать, оставляя вам ссылку на спеку, какие проперти можно хецелькасту подсунуть, чтобы увеличить или что-то сделать с этими самыми потоками и пулами, вот, а ко мне пришли вот эти ребята, сказали, чувак, у тебя явно начинает болеть голова, надо сделать что-то более простое, вот, пожалуйста, подумай, что можно сделать более простое. Значит, еще раз, мы пишем в хецелькастовую мапу, наши эти аймвотчинги персистируются в Монгу, я уже ношу ведрами из хецелькаста в Монгу, и агрегацию я делаю тоже на Монге. В чем здесь, что здесь не так? Что не так в этой картинке, коллеги? Скажите, вы, скажите, что не так в этой картинке? Хецелькаст не нужен в этой картинке, я уже все не делаю через хецелькаст, зачем мне использовать хецелькаст как какую-то вот, исключительно ради механизма ношения ведер, совершенно верно, спасибо. Вот, значит, я беру LinkedIn Blocking Queue, вот, все, что приходит, аймвотчинги кладу туда, значит, вот таким вот очень хитрым методом, и у меня есть просто периодическая джаба, которая просто берет, сливает все, что у меня накопилось до этого момента в очереди в буфер, и этот буфер, в принципе, бачом, этот метод insert на коллекции, он это делает бачом, улетает в Монгу. Красота. Дальше. Следующая проблема такая. После того, как наши все поды распределяются в Kubernetes, по приборам оказалось, что здесь какие-то совершенно неоправданные долгие походы между подами, да, ну вот просто ничего непонятно, почему так. Появилась такая вот теория, что наши поды ходят между зонами, да, надо было ее проверить, ну как проверить, просто взять и пофиксить, и посмотреть, помогло ли, уменьшилось ли количество необоснованных долгих походов из одного сервиса в другой. Значит, в Kubernetes 1.23 есть вот так называемые топологические ключи, да, можно сказать, типа сервис. Если к тебе обращаются, пожалуйста, ты, значит, если к тебе обращаются с того же, с той же машинки, пожалуйста, подсунь в качестве ответа под, который находится на той же машинке. Если такого нету, пожалуйста, найди ближайшую машинку в зоне, если нет в регионе, если нет, найди какой-нибудь, да. Вот. К сожалению, мы в какой-то момент переехали с 1.23 на 1.24, эти штуки перестали работать, зато с 1.24 и выше появились так называемые вот топологические хенты, они работают, в принципе, по тому же принципу, что и ключи до версии 1.24. И да, количество необоснованных долгих походов уменьшилось просто по приборам. Окей. Теперь у нас использовался единый облачный Redis, да, и он стал страдать, то есть по приборам было видно долгие походы в Redis. Решили взять и наградить особо одаренные сервисы своими собственными Redis'ами в конфигурации мастер-реплика. При этом захотелось сразу тоже, где можно, ходить в реплики и что-то читать оттуда, чтобы разгрузить, естественно, праймеры у Redis'ов. Значит, вот таким вот образом. То есть просто действительно заводим два отдельных клиента, два отдельных латука, два отдельных Redis' темплейта, каждый из которых настраивается соответствующим образом. Один ходит, читает и пишет только через мастер, второй может читать из реплик. Что для этого нужно сделать? К сожалению, для этого нужно просто взять и полностью приготовить клиента и Redis' темплейт. Собственно, берем, готовим клиента, говорим ему, ты, пожалуйста, вот ты можешь читать из реплик. Дальше вот таким вот образом туда в клиент въезжает. Здесь клиент — это латук. Дальше готовим конфигурацию, которая как раз знает и про мастер, и про реплики. Сюда уезжает, ну, собственно, куда ходить к мастеру. И дальше вот таким образом добавляем, куда ходить в реплику. Все, значит, наша фабрика и наш клиент готов. Ну и теперь, значит, для того, для тех случаев, где читать из реплик нехорошо, готовим отдельный латук, отдельный Redis' темплейт. Вот таким вот образом. Здесь уже латук клиент, ему говорим, типа, ходим только в мастер. Видите, там тайм-аут и мастер. И конфигурация сервера, она другая. Она stand-alone configuration. То есть это та конфигурация, которая ничего не будет знать про реплику, только про мастер. Ну и дальше для критичных мест говорим, используй, пожалуйста, вот только мастер-онли клиент. Вот, в частности, вот, например, в авторизации по OAuth Flow, где у нас происходит какое-то сохранение некого токена в кэш, очень неприятно, в общем, попасть на replication lag, поэтому для таких вот критичных штук используем именно его. Окей, значит, следующая проблема очень похожа на проблему, которая решалась топологическими ключами. То есть видим, что у нас уже запросы происходят в рамках одной и той же зоны, но они почему-то необоснованно длинные. Вот. Собственно говоря, начинаю разбираться, что у нас работает под капотом REST-темплейта. Под капотом REST-темплейта работает Apache HTTP клиент. Начинаю разбираться, с чего состоит Apache HTTP клиент. Дохожу до вот этого замечательного Pulling Client Connection Manager. Видим вот эти вот цифры. Нас интересует вот эта двойка. Это дефолтное максимальное количество коннекшенов, которые клиент может использовать для похода по одному и тому же рауту. Видите, эта штука у нас ограничена двойкой. Вот. А мы как раз и ходим все время по одному и тому же рауту из онлайн-бэкэнда ВЛК. Дай мне билеты, дай мне билеты, дай мне билеты. Всего два коннекшена на это дело. Значит, что я делаю? Я руками собираю HTTP клиента, чтобы его потом подсунуть в REST-темплейт. Да? Значит, конфигурирую вот этот самый Pulling Connection Manager, вставляю туда какое-то очень большое число, просто чтобы проверить, а сколько реально мой клиент будет использовать. По факту. Вот. Теперь готовим фабрику с этим клиентом и в фабрику уже втыкаем в REST-темплейт. Вот таким вот образом. И что вы думаете? Значит, логирую все это я делаю и смотрю, значит, максимальное число коннекшенов, которые используются, варьируются там от 7 до 13 под нагрузкой. Отлично, забиваю в качестве максимального числа 20, и количество необоснованных долгих походов между сервисами уменьшается. Значит, оставляю ссылочки, там тоже парни делают примерно что-то такое же, там я вдохновлялся, если кто-то такую задачу будет решать, вот туда ходить, из этого можно собрать все, что нужно. Окей. Выводы. Выводы такие. Ну, прямо сейчас, да. Во время вот этой вот работы абсолютно нормально, если происходит что-то, например, какая-то оптимизация костов, урезали там какие-то мощности, то есть что-то произошло, какая-то выделенная база данных уехала в облако, значит, и неминуемо та высота, которая уже взята, она обваливается. Это абсолютно нормально при такой работе, поэтому вроде как бы добрался я в какой-то момент до пика революции, и сейчас опять свалился до Эльбруса, это нормально. Значит, Gatlin DSL мне понравился. Вот я вам его рекомендую. G-метр больше не мой выбор. Мне понравились вот эти киллер-фичи, которые позволили сделать то, что мне нужно. То есть запустить распределенную нагрузку на разных рабочих узлах и собрать кумулятивный отчет. Вот. Очень естественным образом удалось скрестить Gatlin и NanoCloud, вот, и, собственно, тоже решить этой штукой задачу, то есть кубер как бы очень хотелось использовать, ну как же так, мы за него платим, но, тем не менее, выделенные виртуалки очень мощные, в принципе, не очень дорогие, потому что я их включал и выключал только во время нагрузочного тестирования. Стоимость такой мощной машинки 18 рублей в час было неплохо. Но вот если кто когда-нибудь видел Gatlin Enterprise, то у меня получилось примерно что-то похожее на Gatlin Enterprise. Вот. И просто списком оставляю вам тот перечень оптимизаций, которые мне помогли, в общем, двигаться наверх, и наверх, и наверх. Часть оптимизации действительно связаны с кодом, да. Вот. Часть оптимизации именно инфраструктурные, которые тоже приходится делать. Я не рассказывал, ничего не упоминал, что-то такое более, наверное, тривиальное, что-то типа, я не знаю, вкручивание индексов, вкручивание каких-то кэшей. Про все вот это я не рассказывал, рассказал только про то, что показалось мне достаточно интересным. Вот эти 10 рецептов. Если вы занимаетесь подобными задачами, с чем-то таким столкнулись, откройте, посмотрите, может быть, какая-то из этих оптимизаций поможет вам. Собственно, моя работа на этом не закончена. Я продолжаю этим заниматься, хочу добить до 10к. Думаю, что это получится рано или поздно. И вот про оптимизации последней мили с удовольствием поделюсь с вами, если будет такая возможность, на следующей конференции в рамках доклада, дискуссии и так далее. Большое спасибо. На этом у меня все. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok